Всем привет! Какое сегодня число у нас это? Ой, не знаю, 9 сентября. Как там засентябрилось за окном? Давно мы ничего не снимали. Есть у меня такой товарищ, Томаш, к нам приезжал с Польши и оставил нам кучу всяких интересных замочков. На вот это в первую очередь он оставил вот таких два кодовых замка. Я пальцы уберу, чтобы тебе серый было видно. Нормально. И возьми вот там вот в коробке, пока я рассказывал, да, вот это. Какие коробки? Да, там еще замки. Оставил два механических замка. Ну, понятно, с такой целью, чтобы... Вот здесь? Да, да. Не-не-не, вот эти все железные. Вот электронные не надо. Да, это просто для затравки. Чтоб мы их открыли. Вот. Да нормально, как раз и ты будешь в кадре. Да, я разверну, чтобы я бачил. Вот так. Вот. О, нормас. Нормас. Ну, эти потом покажем. Ну, естественно, я крутил их, вертел. Вот можешь посмотреть. Ну, я их-то, короче, не открыл. Вот один из способов. Помнишь, мы снимали всякие видео по поводу вскрытия дипломата и всего прочего. Вот обычно смотрят вот сюда. Вот этот. Вот между этими стеночками. А это как в чемодан, когда открывать, да? Да, чемодан. На прорези можно открывать. И там что-то, короче, нужно побачить. Причем мы вооружены были вот таким вот, ну, такой вот, профессиональной гляделкой. И что? Результат? Ну, и что? Эти капиталисты со штата Висконсии. Они защит закрыли пластинами вот эти прорези. Правильно сделали. Нечто заглядывать. Нечто заглядывать, да. Я и так, и сяк смотрел, смотрел и камерой, и вот этой штукой своей моднячей. Не увидел. Во втором замке этот замок уже пришел к нам в открытом состоянии. Его нужно было, наоборот, закрыть, короче. Он тоже не закрывался. А перебор пароля тут и долго забрал. Ой, я же перебирал в командировках ездил, перебирал пароль. Короче, нифига. Не открывается, не закрывается. Потому что в этих кодовых замках чуть-чуть не туда вот так встанет. То есть ты можешь и пароль правильно набрать? Да, да. Требо подгонять его, получается. Да, да. Надо вот, чтобы он точно выставлен. Короче, это не наш, не наш способ. Мы не относимся к разряду тех медвежатиков, которые могут... Терплячек. Терплячек, да, да. У нас все принцип двух минут, там две минуты. Ну и потом, что я... А этот замок, наоборот, закрыть нужно было. Закрыть, и я же думаю, ну че ж тут проблема? Он же же открыт, да? Думаю, сейчас... Щелкну и закройте, да? Поверну винт для смены кода, наберу новый код, закрою. И будет новый код, значит вообще проблема. Ну и вот, кто-то до меня открывал этот замок. Сейчас покажу как. Поломали, да? И поэтому он нифига. То есть ты новый код сюда уже забил, ты его знаешь, но он не открывается? Нет, и код... Ну и закрыт уже, получается. Да, я его закрыл, да. Вот, я с помощью вот этой вот... Клоу этого... А тут в щелочку высмотрел вот этот болт. Винт. Он сказал, болт! Болт тебе! Винт вот этот высмотрел. Я здесь просверлил отверстие этой нержавейки. Выкрутил этот винт. Вот. Сейчас могу выкрутить еще раз. Вот. Вот так вот сюда, в цепку. Здесь видно, что ты делаешь. Ну, короче, плохо выкручивается. Ну, вы поняли. Выкрутили короче. Винт выкручивается. Да. И откручивается, просто что он уже за этот. Ага. Здесь вот затепляется, да? Ну и что ты выкрутил с лейболом? Короче, я его выкрутил, ничего не произошло. Вот. то есть если кто захочет ну тоже просверлить и выкрутить то знаете что ну ничего не произойдет замок не откроется да я думаю вот классная идея просверлил болт выкрутил замок работает нифига мы потом следующих видео мы эти замки вот так вот распилим болгаркой поэтому подписывайтесь на наш канал чтобы увидеть как они устроены сейчас мы не будем пили сейчас мы просто скрываем но мы как эти разрушители легенд ну как же замки надо открыть так не так не так болгарка молотком молотком да но и поэтому я решил протестировать и что же собой представляет эти замки на вот как именно для для взломщика не для интеллектуального взлома коды подбирают для взломщика меня на код надо открыть и украсть велосипед правильно пылять можно такси потихоньку дом надо быстро открыть здесь не так хорошо сделали виде сделали тут корпус хорошие нержавеечки тут неудобно тут мало места молотком его не собьешь у так как наши замки потому что получается некуда сбивать но все оказалось как всегда проще пареной репы не знаю если в американском выразить такой пареной репа ну проще пареной репы ванной кисами на киев и запись из недавно узнал что сказал одному англичане ну окей ну так образу все сказал это паршиво американское слово еще культурный человек инженер окей он говорит это типа как пошел куда-то пошли в таких вот путем у киевским американским обзумок тоже американский ну принаймне может завод здесь в китае находится а где я придумал инженеры да американцы да я так подумал подождите ну это же должно быть все просто да я беру молоток и короче открываю этот звук то есть без пароль потому что пароль скину как его пошевелила ту штучку чтобы оно такое среднее пароль давай я поменяю он тут уже не меняет оно все уже все сбито цифры не крутится не не крутится но оно уже все не работает не ну ты поменяй цифры может скажешь что тебе пароль выставил и цей а и что типа ему а и потом ударил молотком ты ударь зараз цифры поменяй поставь допустим 40 40 100 процентов я вот так буду крутить и скажу а не не сюда вот сюда вот сюда вот крути стоп стоп как хорош стоп все и теперь открыли на на камеру оттуда не не вот сюда так вот это болт выкрутили поэтому крутим болт назад не забыл зломщику болт закрутить крутые тоже 5 секунд линия ему надо просверлил а там цветы был просверлил болт закручу назад вот так обыдно как раз супер все статью разу чей полома я тогда просто маска поломался да а этот как его взломщик который его открывал он скорее всего не бил его отвертка этим молотком но но скорее всего открывал вот так вот так заселями она открылась да да то есть хороший дядька такая накаченная лапы крепкие теперь это да но пипочки нет наверху на том сейфе нет пипочки и ключ и замки ну ладно где-то я ее отнесу ладно давай без пимпочки а то что она типа помогает открывать да ну и короче такой вдохновленный вдохновленный успехом ну вот это после этого замка это не мастер это какой-то из той же серии ну я взял этот мастер думаю но этот потяжелее мощнее замок скажем на камеру тоже прочитая а силы давай но теперь будем с этим экспериментировать ну как всегда мы идем по самому сложному пути со сверления здесь я просверлил чтобы найти этот болт а здесь отверстие для смены кода под ключ я думаю все так просверлю все попадает и он откроется еще я начал сверлить сверлить ничего короче не выпадает не но если таким толстым сверлом просверлить ну короче я плюнул что больше сверлить не стал но что-то типа хибный способ и тяжело и неудобно сверлить все неудобно но теоретически можно так выставить таким толстым сверлить и зажать его да да там и все вот так вручную но еще вин на весу мне после того как открыл тот замок я такой вдохновился ну блин они все же молотками вот здесь такая была ручка которая у нас отлетела который двигать этот рычажок я бы пони я взял да пах ее она сразу быц и отлетела потому что американцы сделали из силамина ослабленную чтобы молотком ты замок не открыл ну да а лабуренко хитро жопой что молотком стукает а ну отвалилась но дело то что товарищи со штата висконсии мне не понимают что наш человек он мыслит совсем по-другому по-другому не по-висконсински да они думали что я его буду открывать я его решил закрыть я взял твердку китайскую причем убрал вот эту шайбу не шайбу это защитный вот и вот что я вот такой вот я увидел вот такую вот картину нормально потом вот так чуть сюда вот так видно да вот такую картину я увидел я оставил сюда отвертку маленькую начале и замок сюда открывается ты его в другую сторону а я его короче взял и по кругу и простир получается я его закрыл дальше и мы стали видеть внутрянку замка видишь вот она вся ну так на видео ты не побачишь в принципе не обязательно но дырка и окажется дырка отверт уже был и верст и палец туда можно засунуть то есть мы его задвинули взяли твердку ставили сюда и надавили внутрь этот механику сломали она перестала мешать но мы туда внутрь задвинули теперь короче замок открывается да бы ему ничего не мешать мы бы шли код короче мы код сдавили все я посчитал вот чтобы так молотком стукнуть отодвинуть и задвинуть ровно две минуты то есть классика жанра выдерживается и на утрите гаражи закрывать ним не можно да и что самое интересное я перед этим хорошо шивок сломал я хотел снять видео и мне так понравились и замки не такие тяжелые массивные и говорил и хотел сказать вот умеют же люди делать и рекомендую такие замки там на велосипеды ставить на велосипеды можно что ты там велосипед не оставляешь на ночь десь но после того как они так быстро сломались и на велосипед бы их не ставили но короче американцы рекомендуют на септики и закрывать мусорки и сметники и мусорки калитки калитки да то есть то есть средняя стоимость 5 долларов такого замка то есть причем что так выглядит серьезно но он абсолютно не предназначен не для гаража не для дорогого не велосипед можно вот там вот как его на 45 звичайно и а если дорогой модняч велосипед а что же за 15 тысяч вот никаких спецзасобов вот быть быть надавил открыл все если я до этого додумался то думаю жулик додумается в два раза быстрее я будем взять такой больше формации чтобы уже не будем детализировать дичитал маркетинг не будем просто скажем еще одну фишечку да ну вот так раньше люди марки збирали теперь замки збирают вот это томаш нам показал да с польши но это английские замки я так понял ну-ка ты серый английский язык лучше меня знаешь что тут написано написано уэст медленды кайс вайл вайлен холм цена штата где всякий я не знаю в которой это был яви а что он означает на киши английский если бы американские американские то есть американские да ну да за все штаты и вот этот не английский не ну не знаю да гляну что тут пыши ты привын был не instruction а тут great great britain не бы выше да и за может быть британия что-то great britain тут зале ничего не ясно ну короче был и цепи ну и что эти что тебе означает great britain то за great britain значит британия да ац штаты вот мы все сделаем мы на следующем видео откроем вот этих два британских замка причем из уважения к бритам не к бритам и к шерлоку холмсу мы не будем их открывать всякими вилками зубочистками булавками для волосся ну откроем классическим способом как во времена холмса открывали яководи открывали ну такими вот старыми отмычками перебором не не ну вот как холмс открывали ну холмс был набир ключей таки я помню что когда Ватсон его застрял первый раз то в него был набир ключей не ну так просто видать переклали отмычки переклали набир ключей ну чтоб типа не звучало так уж поваровски знаешь ну может у него были и отмычки и набир ключей он всегда открывал зачем вы открываете отмычками двери чтобы не можете воспользоваться ключом а чтобы не терять квалификацию холмс свою дверь открывал отмычками да то мы изложение холмсу не будем говорю открывать вилками ножиками зубочистками то есть я их уже протестировал но они так и называются межкомнатные замки они не предназначены для дверей для ценностей да они в принципе их задача хотя сделаны очень красиво для входных дверей не предназначен да это межкомнатные то есть внутри квартиры просто что тебе иногда надо квартиру закрыть чтобы дети в комнату не заходили чтобы кит не лазать туда сюда закрывать и что я ставил кота ну вот откроет с помощью зубочистки это тоже американские замки они принципе сделаны видать эмигрировали какие-то бриты в америку и сделаны по принципу английских но еще добавили здесь такие втулки втулки которые мешают манипуляциям то есть скрыть это замку ну втулки понятное дело такие из какого-то силумина сделаны и что из уважения до трампа ты будешь открывать их молотком? нет мы понятно что я имею ввиду что если бы наш жулик надо было ему открыть он бы эти втулки сломал бы отверткой за 5 секунд и не парился бы сказал ребята смешно как дети прямо малые втулки поставили думать не откроют сломал бы их и все но мы попробуем вот ну если получится я не говорю что получится ты хочешь в онлайне его просто снимать и ну попробуем их открыть как бы вот с этими вот втулками получится не получится будем инструмент уже делать или еще что то будет делать ну короче таки анонс да да такой вот анонс но основная тема была это замки понятное дело мастерлок мастерлок надо их вот так все сфоткать потом ладно вот все всем пока и и Продолжение следует...